Каспийское море находится на грани экологической катастрофы. Об этом заявляют экологи и общественники. Местные жители обеспокоены тем, что море мелеет на глазах. Специалисты посчитали. Ежегодно уровень моря снижается на 6-7 сантиметров. Такими темпами к концу столетия площадь Каспия сократится примерно на треть. Это грозит ужасающими последствиями для всего живого в регионе. Актау – город с населением в 200 тысяч человек, получают воду из Каспийского моря, которое делит между собой Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан. В июне Акимат города Актау объявил чрезвычайную ситуацию природного характера из-за падения уровня воды в море. Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба продлен до августа. Власти отмечают, что ситуация вокруг водоема сложная. В связи с этим они разработали проектно-сметную документацию. В ближайшее время начнутся дноуглубительные работы, на которые из бюджета было выделено 122 миллиона тенге. На данный момент решен бюджетный вопрос. Актауским отделом строительства заключен договор между подрядчиками. Начатые работы ведутся, исследования по определению глубины моря и изучается, какое оборудование лучше использовать, чтобы не навредить морской экосистеме. Сумма работ составляет 122 миллиона тенге. Нурлан Мунбаев – один из квалифицированных экспертов в области экологии. Он отметил, что нынешнее состояние Каспии является поводом для тревоги. Ведь если не принять срочные меры, последствия могут быть необратимыми. Первая причина – глобальное изменение климата. Становится больше жарких дней, и количество выпадаемых осадков становится меньше. Соответственно, тот уровень испарения, который происходит, не компенсируется обратно осадками. Второе – то, что происходит сегодня с реками. Надо отметить, что в Каспийское море впадают более 140 рек. Но две главные – это Волга и Урал. Они сегодня деградируют как никогда. Посмотрите на состояние реки Урал. Река практически пересохла. Волга тоже сокращается в объеме. В Казахстане нет учреждений, которые на профессиональном уровне занимались бы проблемой Каспия. Все основано на российских научных исследованиях. Если мы не начнем действовать сегодня, нас ждет трагичный исход завтра, отмечает эколог. К слову о трагедиях. В минувшие выходные Каспий едва не унес жизни трех девушек. 22 июля около двух часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что пропали подростки 2006-2007 годов рождения, которых на надувном матрасе унесло течение в море. Трое девушек отдыхали на необорудованном месте, не одни. С ними были братья. Инцидент зафиксирован на берегу моря в 50 километрах от Ахтау. В связи с этим из департамента были привлечены спасательные подразделения, пограничники, спасательный вертолет «Казавия». Поиски продолжались до наступления темноты, но безрезультативно. В ходе поиска департамент направил соответствующие запросы организациям, имеющим плавсредства. По истечению 15 часов поступило сообщение о том, что девушек нашли. Экипаж судна «Сункар» ТО «Казмор Трансфлот» заметил и спас трех девушек, которые плыли на надувном матрасе. В 22 километрах от берега Каспийского моря. Сейчас состояние девушек стабильное. Оказана необходимая помощь от специалистов. Спасатели рассказали, что по региону имеется 10 опасных территорий, где нельзя купаться. В случае выявления людей, которые купаются в запрещенных местах, будет применяться соответствующая административная мера. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра и не выходить в море в состоянии алкогольного опьянения. Айдана Каримова, Мухолин Ордаулетов, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Мангистауская область.